Дезертируют, не выполняют приказы и падают духом. Российские оккупационные войска теряют способность вести наступление на Донбассе. К такому выводу пришли аналитики Американского института изучения войны. Попытки России захватить дополнительную территорию, вероятно, ещё больше способствуют снижению морального духа и общему истощению боевых возможностей. Кроме того, продолжаются разногласия между российскими военными группировками. Из ежедневного отчёта Американского института изучения войны. О том, что россияне отменяют наступательные операции на отдельных участках фронта, сообщают и в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины. По информации военных, такие распоряжения поступили от высшего руководства Федерации. Кроме того, российские учебные центры, находящиеся вблизи украинской границы, не успевают принимать новых мобилизованных. В Приморско-Ахтарске Краснодарского края приостановлена отправка от мобилизированных в учебные центры Вооружённых сил Российской Федерации до 1 ноября. Всё потому, что эти учреждения не готовы к размещению, подготовке и всестороннему обеспечению большого количества личного состава. Те же российские солдаты, которые уже оказались на фронте, расстроены потерями и удивлены точностью украинских артиллеристов. Об этом свидетельствует телефонный разговор одного из российских военнослужащих, который удалось перехватить украинским разведчикам. И пока российские власти о своих потерях умалчивают, волонтёры буквально пересчитывают могилы солдат. Так, русская служба BBC совместно с волонтёрской группой ведёт поимённый список потерь российских военнослужащих в войне с Украиной. На 14 октября удалось подтвердить гибель 7,5 тысяч солдат и офицеров. Каждую неделю волонтёры обнаруживают новые захоронения в разных населённых пунктах Федерации. Что касается географии потерь, то чаще всего похоронки приходят в Дагестан, на втором месте Краснодарский край и на третьем Бурятия. Более 2200 погибших – это элитные специалисты, солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные лётчики. На их подготовку, объясняют военные эксперты, понадобились годы тренировок и миллионы долларов. По данным Генштаба вооружённых сил Украины, потери россиян на поле боя ещё больше. Почти 64,5 тысячи военнослужащих. И эта цифра растёт с каждым днём. Фаина Василенко для телеканала Freedom.